Под прицел Международного паралимпийского комитета инваспортсмены России попали вслед за здоровыми коллегами. Рио закрыли для всей сборной. В это решение спортсмены не верили до конца и даже отправились на финальные сборы. Это интервью главный тренер сборной по пауэрлифтингу Андрей Подпальный дал нам за день до вылета на тренировочную базу. Нас уверяли и заверяли руководство свыше, что у вас, паралимпийцев, этого не коснется. Но, увы, я верю, что все равно справедливость и понятие здравый смысл существует. Сегодня о здравом смысле уже не говорят. Есть ли он, как есть ли большой спорт без политики, вопрос риторический. Рио осталось без наших паралимпийцев, а сами спортсмены без участия в главных стартах четырехлетия. Алтайский лыжник-паралимпийц Игорь Кузнецов говорит, такое отношение к России появилось пару лет назад после санкций. Но недопуск в Бразилию считает итогом административного просчета. Тут уже однозначно надо всю систему Олимпийского комитета менять. Паралимпийского тем более. Необходимо иметь членство. То есть у нас нет людей, которые бы представляли страну в Международном по Олимпийскому комитете. Неужели нельзя найти человека, который бы разговаривал по-английски и был бы грамотен в спорте. До начала паралимпиады две недели. Все это время юристы будут бороться за права нашей сборной. Но что делать самим спортсменам – вопрос без ответа. Вот что нам сегодня рассказал тренер легкоатлетов Сергей Мануйлов. Мы не едем в Рива, это 100%. Что меня сегодня удивило, приехали в АДА, взяли наших ребят в Алтайске на допинг. Зачем вообще непонятно. Это как бы вот, ну совсем никуда не годит. Сегодня уже вот идем на тренировку. Режка нельзя бросать, вышли на пик формы и вот теперь надо из нее плавно выйти. Мы уже все хотим домой. К чему приведет такой скандал вокруг игр, спортсмены предпочитают не думать. Серебряный призер трех паралимпиад Владимир Андрющенко высказывает самую радикальную версию. Мотивации для занятий инваспортом уже практически нет. И можно ждать большого оттока спортсменов. Мы не едем в Рива, это 100%. Что меня сегодня удивило, приехали в АДА, взяли наших ребят в Алтайске на допинг. Зачем вообще непонятно. Это как бы вот, ну совсем никуда не годит. Сегодня уже вот идем на тренировку, резко нельзя бросать, вышли на пик формы и вот теперь надо из нее плавно выйти. Мы уже все хотим домой. Сейчас все 16 алтайских участников, пловцы, пауэрлифтеры и легкоатлеты в Подмосковье до конца месяца по расписанию сборы. О паралимпиаде же не говорят. Ее главный принцип для них больше не действует. Ни победы, ни участие. Анастасия Дорога, Николай Шелко, информационный канал Город.